Сегодня в 11 часов у входа в Алматинский Акимат собралось более 30 человек. Активисты, общественные деятели и горожане пришли решить проблемные вопросы. Каждый из них был заранее записан на приемках Меджану Исимову. Многие ждут уже три недели. Но в здании их не пропустили полицейские. Потому что тут написано, что вчера звонили, разницы нет. Декабристка Кулимхан-Усканбаева пришла получить положенные по закону 10 соток земли. В 1986 году во время массовых беспорядков Кулимхан получила травму головы. С тех пор она инвалид второй группы. Работу найти не получается и женщине приходится выживать на пособие в 146 долларов в месяц. Этот номер нам дали 4 июня, чтобы мы через три дня позвонили по нему, узнали, когда Аким нас сможет принять. Зачем нам давать телефон, если никто там трубку не берет? Уже прошло три недели, никакого ответа нет. Вот снова пришли, а нас опять не принимают. Одно издевательство. Глава союза мусульман Мурат Телебеков, известный казахстанцем флешмобами у Акимата, все-таки получила разрешение на аудиенцию с Исимовым. Но даты и времени в приглашении на встречу с главой города не стоит. Надеемся на лучший, конечно, приемный день, причем там, к сожалению, не указано время приема. То есть непонятно, он будет принимать весь день напролет, то есть 24 часа в сутки или всю ночь напролет. Вот, или сколько, 24 секунды может он примет всего лишь, непонятно. И поэтому в своем заявлении написал, пожалуйста, укажите время, когда вы сможете принять. С такой же проблемой столкнулась и активистка рабочего движения «Солидарность». Сакыб Жанабаева сомневается, ходит ли вообще на работу Ахмеджан Исимов. Сколько бы женщина не приходила в Акимат, прорваться через многочисленных замов ей не удалось. «Эй, Исимов, где ты? Вот мы, твой народ, к тебе пришли. Это не евреи погибли от геноцида, а казахи. У нас ни дома, ни воды, ни еды нет, ни работы. Исимов, ты почему не выполняешь поручения президента?» Митингующие простояли у Акимата полтора часа. Ахмеджан Исимов своим вниманием их так и не удостоил. Теперь алматинцам придется вновь писать заявление и добиваться письменного разрешения на прием.